ФИЛИПП КИРКОРОВ ФИЛИПП КИРКОРОВ ФИЛИПП КИРКОРОВ Я так благодарен папе, что он отозвался, причем даже ни минуты не сомневался. Я говорю, папа, поешь голосовать? Конечно пойду. Конечно пойду. Я же Киркоров старший, я же должен подать пример младшему. Так бывает. Кому-то за репосты дают сроки, причем длительные, нехилые, а кто-то спел песню-пародию, народ посмеялся, по ящику все это дело показали и все обо всем забыли. Впрочем, не только я возмутился, многие уропатриоты закипели, и даже окологосударственные СМИ, вот, например, Царьград, зрители обвиняют поющего короля в самодовольстве, а в извинениях слышат нотки фальши. Так, после скандала Киркоров отправился в искупительный тур с гуманитарной миссией на Донбасс в числе подарков детям была замечена кукла, изображающего самого певца Пупс Филипп, что сразу же стало мемом. Да если бы только ура-патриоты отказывались принимать извинения от Филиппа Бедросовича недавно, вице-спикер Госдумы Толстой очень жестко высказался в его сторону. Я Киркорова знаю много лет. Я только одно могу сказать, что вот можно войти не в ту дверь, но потом можно много раз входить в ту. И совершенно не факт, в какой момент люди забудут, что ты вошел не в ту дверь. Ты можешь 12 раз войти в ту дверь, а осадочек, что называется, останется, как с ложечками. Я и к тебе остался. Нет, друзья, вы не подумайте, я не кровожадный. И в принципе, то, чем занимаются Киркоров со товарищей за закрытыми дверями, это их личное дело. В трусах они там тусуются или без трусов. Правда, без разницы. Но, как мне кажется, всему есть время и место. Когда страна под тяжелым прессом, когда санкции накидываются каждый день, когда стонет бизнес, а люди остаются без работы и становятся беднее в ежедневном режиме, вот в этот момент группа каких-то других граждан, которые провозгласили себя элитами, устраивает шабаши на глазах у изумленной публики. Да, именно на глазах у всех, потому что кадры с той Ивлеевской вечеринки, например, разлетались по соцсетям и таблоидам. Ну, так ведь было. Как минимум, это неуважение ко всем остальным, а самое неприятное оное происходит не впервые. Аналогичные тусы случались и во время пандемии, модной болезни. Народ тогда сидел на самоизоляции, получал штрафы за ее нарушение, а сверхлюди вот эти вот развлекались, как хотели еще раз. Я не кровожадный, но очень хочется какого-то равноправия, справедливости, что ли. Это реальная журналистика, я стою у перехода, из меня любовь выходит, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Горикова моя любимая, давно не поминали, мадам Орбидол Долгия. Добрым словом, и не только я, про нее вообще как-то почти забыли. Никто давно не вспоминал, но которую вдруг снова вытащили из пыльного чулана. Так вот, прям порадовала мадам страну в этот раз, знаете, чем? А Татьяна Алексеевна похвасталась, ну, перед хозяином, конечно, что безработица-то в России снизилась за последние 6 лет, причем снизилась существенно аж на 20% и сегодня. Среднегодовая численность занятых уже перевалила за 73 миллиона 73,6, если быть точным. Чего, блядь? Вот у меня примерно такая реакция была. Дело в том, что о безработице мы с вами говорим с завидным постоянством. И, в общем, знаем, что на этом фронте творится, во всяком случае. Об этом периодически сообщают те же власти, карманные СМИ, ну, типа журналисты. Вот, например, дабы не быть голословным, статья РБК от апреля 2022 года со ссылкой на Росстат, между прочим. И в ней пишут, внимание, о 83 миллионах граждан трудоспособного возраста и, конечно, о том, что это был рекордный показатель с начала 90-х. А вот уже статья ведомостей, статья от августа 2023 года, в ней, правда, цифры поскромнее. 76 миллионов вроде как бы работающих, но тоже там на Росстат ребята ссылаются. Вот эту вот свою аналитику, типа не они сами придумали. Хорошо, предлагаю усреднить. Чтобы не вашим, не нашим, пусть будет не 83, не 76, да, 78, давайте. Вот 78 миллионов пусть будет, и вот теперь следите за руками. Было 78, а стало, как там Голикова сказала, 73, 6, как это называется? А по Голиковой это Росст. Последние 6 лет рынок труда серьезно трансформировался, и мы видим, что уровень безработицы за 6 лет снизился на 20%. Да я пойду в люк набухаюсь, нахуй. Нет, я все понимаю, выборы президента, и вот буквально завтра уже. И надо рисовать какую-то красивую картинку для электората. Но так-то зачем врать, в смысле полиция? Да даже логически, если порассуждать, а с чего бы этой занятости расти? Давайте просто по фактам пробежимся. За два года из России уехало огромное количество людей. Писали о 700 тысячах человек и даже о миллионе. Этих людей теперь еще модным словом релаканты называют. Это ведь все эти люди были где-то трудоустроены. Теперь вот минус. Да, теперь минус. Продолжаем. Численность вооруженных сил увеличили посредством частичной мобилизации, но ведь и эти люди тоже где-то работали до того, как дальше поехали. Чтобы не попасть под санкции, часть предприятий перевели свои производства за границу. Как, например, Ирбитский мотоциклетный завод, то и к тому же в последние несколько месяцев даже государственные. Уж совсем-совсем кремлевские СМИ с завидным постоянством пишут о нехватке квалифицированных кадрах в самых разных отраслях. Мы сражаемся за каждого кандидата. Пестрят заголовками издания у Голиковой в это время. Безработица снижается, занятость растет. За счет чего? За счет кого? Как? А потом они еще удивляются, почему нам не верят? Почему рейтинги у нашего любимого телевизора падают? Ах да, это же все происки пятой колонны, они мерзавцы. Слухи сплетни распускают лодку стабильности, шатают. Да, ребят, у вас показания постоянно расходятся, потому что вы сегодня одно говорите, завтра другое не помните нифига. Да, вы сказки поменьше рассказывайте, врать просто перестаньте. Люди-то ведь они не дураки, они в отличие от той же Голиковой неотчетами живут реальной жизнью. И видят всю суровую действительность, кстати, в прошлом выпуске только рассказывал, да и в позапрошлом, то же самые главные вредители для режима, это как раз те, кто являются частью этого самого режима, те, кто занимают, например, чиновничьи и депутатские должности, ну и далее по списку, поэтому не надо искать черную кошку в темной комнате, там ее нет. Нет, пошерстите у себя среди своих и будет вам счастье. Ну, есть же замечательный еще ответ западному журналисту, нашего великого русского актера Евгения Леонова, когда спросили, а вы бывали за рубежом? Он говорит, да, в Польше, Чехии, в Германии. Туристам? Нет, в пехоте. Вот, это, ну, это, это... Ну, объективный факт, да, это зафиксировано в этом самом интервью для западных средств массовой информации. Вы были за границей? Нет. Почему? Был в Верлине, в Праге. Вы ездили туда по служебным делам? Я не ездил, я пешком. В качестве туриста? Нет, в пехоте. Ну, это уже классика. Ладно, мы отвлеклись, возвращаемся к Гориковой. Если бы она только на одном чем-то попалась, так ведь нет, нынче Татьяна сама, Татьяна Алексеевна сама себя переплюнула, на повороте обошла, как я люблю говорить. И в одном единственном выступлении умудрилась за две минуты насвистеть дважды. Короче, вот помимо того, что она про безработицу там что-то наплела, оказалось, что и про реальные доходы граждан тоже говорила, которые у нашего народа, населения, оказывается, выросли. И аж на треть, я не шучу сейчас, так и сказала, 30%. Причем даже в условиях текущего кризиса после того, как Россия оказалась, вот под этим ворохом санкций после 2022 года доходы граждан по Гориковой все равно росли. Ну, вот вам пру. И уровень реальной заработной платы возрос более чем на 30%. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 годом уровень реальной заработной платы возрос на 7,8%, а за декабрь на 8,5%. Это связано с серьезными процессами, которые происходят на рынке труда. Кто-нибудь, ну скажите уже нашим старичкам-чиновникам, что все эти россказни в нынешнем мире проверяются на раз-два. Достаточно зайти на сайт по поиску работы, например. На сайт любого предприятия, и вы увидите, что и сколько работодателей готовы предлагать. Да вот, пожалуйста, работа в пятерочке. Самое первое, что приходит в голову. Я смотрю вакансии по Свердловской области. Читаем вместе. Продавец-кассир 25-35 тысяч. Администратор там же. В пятерочке от 35 до 46 тыр. Хорошо, бог с ней, с пятерочкой. Журналист-редактор. Давайте глянем. Вакансия близкая для меня. И на другом уже ресурсе. В миллионном Екатеринбурге будем смотреть. Да вот. От 28. От 45. Ну чего выдумывать-то? Еще раз. Все же сегодня проверяется в два клика. Правильно. Правильно. А нам реальные доходы граждан выросли на треть. У кого они выросли? У Голиковой, может быть, выросли. Понятно, что в отчетах, которые регулярно подает наверх карманный Росстат, все и правда растет, бежит, течет. Там вообще движуха суперовая. Девять месяцев назад, кстати, они же пели. Когда вообще про 71 тысячу средней зарплаты. Ну, давайте хорошо дедовским методом попробуем. Поднимите руки те, кто такую зарплату на самом деле получает. Там в комментариях напишите. А чего так? Вы что, все засланные казачки? Агенту Госдепа враги? Голиковой не верите? Росстату? Ну, серьезно. Как говорит один мой коллега, все все понимают. В детстве многие из нас мечтали оказаться в сказочной стране. Ну, вот и оказались. Все. Переваривать это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. И да, не забудьте завтра проголосовать. Днем. Естественно. Встречаемся на избирательных участках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok